Всем привет! Добрый вечер! Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Меня зовут София. Практиками я руковожу бэкэнд-факультетом. Это такой факультет, наша команда создает и поддерживает курсы по Python, Java, Go и DevOps. Я сама когда-то с большим удовольствием училась на программистовом университете, но, как видите, программистом в итоге не стала, а стала менеджером. Тем не менее, тема девушек в программировании мне очень близка и интересна. Я лично считаю, что никаких объективных причин сомневаться в себе у девушек нет, и что каждая может стать разработчицей, если захочет. Сегодня, чтобы подтвердить или опровергнуть эту точку зрения, мы поговорим с выпускницами разных наших курсов и узнаем, с какими сложностями им пришлось столкнуться, как они с ними справлялись. У вас будет возможность задать вопросы в чате, мы постараемся ответить на что сможем. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча поможет вам отклибровать ожидания, понять, может быть, для вас эта профессия или нет, подходит ли вам путь программистки. Поехали. С нами сегодня три наших выпускницы. Это я. Еще раз всем привет. Три наших выпускницы. Юля Никитина. Она закончила сразу два курса Python-разработчик и Web-разработчик. Привет, Юля. Пошла ручкой. Скажи что-нибудь. Всем привет. Привет. Также с нами Алина, главный инженер уже по разработке в Сбере, выпускница курса Web-разработчик. Алина, привет. 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 И Наталья, выпускница курса Инженер по тестированию и теперь уже лид команды тестирования в RT Labs. Здравствуйте. Привет, Наталья. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне 53 года. Как бы закончила. До этого всю жизнь занималась медициной. То есть по образованию практически 30 лет стажа. И как раз, наверное, практически перед коронавирусом, вот этим всем дедлайтом и так далее, пошла на курсы по тестированию. И очень удачно сменила профессию, потому что и в коронавирус не хотелось никуда лезть в медицину. И с работой были проблемы, потому что я работала в санатории. Ну, я этого избежала практически абсолютно. На данные... на работу нашла я, в принципе, быстро. Проблем с этим вообще не было. То есть месяц, наверное. Единственные были, может, проблемы по вырасту. Как бы некоторые фирмы, как бы, ну, обращали на это внимание. Но предложений было настолько много, что больше я выбирала, чем меня. Это очень круто. Расскажите, что вас подвигло в итоге пойти учиться? Что было решающим толчком? И почему тестировали? У меня сын фронтенд-разработчик, и как бы он подсказал. Он работал на тот момент как раз в Яндексе. И как раз подсказал, что есть такое направление, которое мне будет интересно. И, в принципе, мне было интересно. Здорово. Спасибо большое. Очень вдохновляющая, на мой взгляд, история. Особенно для тех, кто переживает из-за возраста. Так что, смотрите, всё возможно. Спасибо, Наталья. Мы ещё по-моему вернёмся. Юля, расскажи, пожалуйста, что ты делала до того, как пошла учиться. Меня зовут Юля. Мне 32 года. Два года назад я сбежала в IT. Точнее, начала свой побег. Десять лет я работала, даже больше немножечко. Я работала юристом последние семь лет. Юристом в сфере медицинского права. Я не из тех, кто случайно выбирал профессию. Мне сначала всё очень нравилось, а потом всё очень надоело. Поэтому из юристов я решила... Я однажды составила список вещей, которые мне важны для работы. И насколько... И решила составить его с тем, что есть у меня на работе. И насколько к этим важным для меня вещам вообще можно здесь прийти. Когда я поняла, что эти списки где-то из параллельных вселенок, я начала посматривать по сторонам и искать вариант, куда же уходить. Вот. Поэтому в целом, наверное, я из юристов почти бежала. Бежала от работы, где очень много зависит от того, в каком настроении пришёл твой начальник на работу. От работы, где... Как... Если у нас среди зрителей есть юристы, меня поймут, когда от твоих навыков зависит очень немного и гораздо меньше, чем зависит от так называемого телефонного права. В общем, мне хотелось какой-то работы, которая будет приносить результат непосредственно от моих действий, непосредственно от моих скиллов, от моего образования. Мне было проще. В практике тогда было всего три курса. Тестирование веб и питон. Я пошла изначально на питон. В общем-то, абсолютно случайно выбираю факультет. Отучилась на нём. Устроилась на работу. И уже после... Это такая ремарочка, что я не разом заканчивала два курса. И уже после проходила второй курс. Когда проходила второй, кстати, поняла, что случайно попала абсолютно куда нужно. То есть на курсе по вебу мне понравилось, но моё это бэкэнд. Вот. И сейчас пишу бэкэнд в авиасейлс. Ну и... Как оправдались ожидания? Стало лучше, чем до этого? Конечно, конечно. Потому что IT — это сфера, в которой в целом гораздо... Ну, так или иначе, из-за того, что это сфера, которая связана с технологиями, она гораздо прогрессивнее во всём. В том числе в управлении, в том числе в каких-то отношениях между сотрудниками. Поэтому, безусловно, оправдалась совершенно. Это трудный путь, чтобы туда попасть, но при этом он совершенно того стоит. То есть местоназначение определённо стоит того, чтобы весь этот путь проделывать. Ага. Огонь. Здорово, что оправдалась. Юристы в чате уже отметились. Думаю, передают тебе привет. Спасибо. Алин, твоя очередь. Расскажи, кем ты была до, как выбирала бы. Ну, начнём с того, что у меня двое детей. И пока я была матерью, я работала параллельно менеджером. Ну, искала себя, работала менеджером, работала в спорте, работала продавцом, работала визажистом. Как-то поняла, что не хватает реализации личной. И тут как раз перед карантином мой муж, сын Натальи, пошёл во фронт-энд. Как можно понять по фамилиям и родственники. Вот, я на него посмотрела. Вспомнила, что в 11 классе я хотела поступать тоже в IT, на бизнес-информатику, но что-то пошло не так, и я пошла в управление персоналом в институт. Вот, подумала, о чем как бы я хуже, и пошла в Яндекс.Практикум. Это был как раз карантин. Мы сидели дома с двумя детьми. Вот, и я всё время посвящала учёбе. Могу сказать, что карантина я не заметила. Настолько активно я занималась своим образованием. Почему ты выбрала именно веб? Я прошла бесплатные курсы в практикуме. Поняла, что для меня важно мгновенно получать результат. Во фронт-энде ты пишешь строчку кода, ты мгновенно получаешь результат в окне, как, не знаю, чёрный квадрат или кнопочка появилась, что-то такое. Если говорить про бэкэнд, там ты пишешь очень много строк-кода, чтобы в конце концов условно увидеть какую-то одну цифру. Мне показалось, что мгновенный результат для меня подходит больше. Поэтому я пошла во фронт. Нравится ли тебе теперь всё это? Я кайфуюсь. Я могу сказать, что я нашла себя, и мне нравится всё, что происходит со мной. Мне нравятся люди в IT. Мне нравится культура в IT. Обычно все думают, что там сидят все токсичные люди с повышенным ЧСВ, но, как показывает практика, такие, конечно, есть. Тут как бы не просто так появилось, но их меньшинство. В основном люди, наоборот, заряжены энергией. Они вдохновляют, помогают тебе добиваться чего-то, направляют, и ты от них заряжаешься. И вот это очень круто. Согласна, согласна. Мне кажется, очень хорошо ты описала то, что происходит. Конечно, нельзя считать, что в IT везде розовые единороги и все супер какие-то волшебные люди, но действительно атмосфера в основном бывает приятная. Так, спасибо, Алин. Не уходи далеко. Начнём с тебя. Следующий вопрос. Сразу, с какими сложностями ты столкнулась? Было ли там хоть что-нибудь про то, что ты девушка? Какие вообще были сложности? Ох, ну во время обучения, на самом деле, было реально очень много сложностей. Я когда поступала в практикум, там была реклама. Два часа в день, и вы освоите профессию за десять месяцев. Ну скажу, что я сидела часов по семь, наверное, ежедневно, потому что я до этого, ну, условно, гуманитарием была, да? А всё-таки для того, чтобы стать хорошим специалистом, надо знать очень много инструментов. Они не сложные, как кажется, просто их много. И именно объём информации, он зашкаливает. Плюс дополнительно я изучала материалы на параллельных сайтах, типа Learn JavaScript, или смотрела какие-то видео на Ютубе, потому что мне было мало. Но это лично мне. Мне всегда важно с нескольких разных точек зрения какой-то трудный вопрос, на какой-то трудный вопрос посмотреть, чтобы его полноценно понять, чтобы сформировалось какое-то ключевое такое понимание. Плюс я дополнительно делала какие-то педпроекты, я во все возможные активности врывалась, чтобы стать реально хорошим специалистом. Вот. И в этом плане два часа в день для кого-то действительно так. Для меня так не сработало. Что касается обучения, было сложно, реально. Там был момент, например, когда я сидела четыре часа, писала код, случайно его безвозвратно удалила, и я потом сидела, рыдала. Меня все массово успокаивали. Я могу сравнить программирование с решениями каких-то геометрических или алгебраических задач. Когда ты знаешь, какой примерный результат должен получиться, но ты можешь его получить разными путями. Если человека это увлекает, то я думаю, что ему понравится. Меня всегда заряжало именно получение результата. Это прям... Ты чувствуешь себя царем в земле, лучшим программистом вселенной. Это очень круто. Это что касается обучения. Мне было сложно. Что касается поиска работы, я открыла резюме за месяц до диплома. Мне написали тут же. С той фирмой у меня не сложилось. Там ожидание, реальность вообще просто. Земля и палец. Я открыла резюме. Мне написало две компании. Я пошла на собеседование. Мы с начальником проговорили три часа о программировании, о жизни, о планах, о целях. И он мне в конце собеседования говорит... В пятницу я пришла на собеседование. Он говорит, давай, понедельник, а ты выйдешь. И, собственно, так я нашла вторую работу. То есть я еще до конца с первой не ушла. С третьей работой было примерно так же. Я на сутки открыла резюме. Потом я решила, что никуда не пойду, останусь там. Хотя там я очень сильно выгорела. Там была реально очень сложная работа. Я стала темледом. У меня была команда из четырех человек. Было очень много задач. Было очень сложно. И семья настояла на том, чтобы я открыла резюме. Я открыла на сутки. Мне тут же пара компаний успела написать. И я думаю, ну ладно, раз они написали, схожу все-таки на собеседование. И, собственно, как-то мы очень быстро сошлись с моей командой. И они такие, а, давай к нам. Я такая, а, ну, в принципе, давайте. Так я попала в Сбер. У меня не было проблем с поиском работы. Особенно никаких вопросов не было. Потому, ну, из-за того, что я женщина, ни разу я не сталкивалась с какими-то сложностями. Все было легко и просто. В моем случае. Класс. Тебя в чатике спрашивают, как ты умудрялась семь часов в день учиться и еще работать параллельно? Чем-то еще заниматься? Когда я обучалась, я работала 3-4 часа в день, потому что я была в декрете. У меня ребенку было два года. В садик еще рано было ходить, плюс ковид. Поэтому я сидела с детьми. Муж работал тогда из дома, уже в программировании в Яндексе. И получается так, что я условно пару часов сижу с детьми, потом включаю мультики или выдаю карандаши, или включаю музыку, чтобы они танцевали параллельно кодио, обучаюсь. Потом опять какое-то время с детьми, пока они кушают, я опять возвращаюсь к обучению. Потом муж меня подхватывал, я опять возвращалась к обучению. И потом я укладывала детей и опять возвращалась к обучению. То есть во время карантина, без мультиков каких-то, отвлекающих факторов было нереально. Но я старалась все-таки разделять, чтобы у меня было время на обучение, время на детей, чтобы полностью не проваливать какую-то из сфер жизни. Было сложно, но опять же, так как был карантин, и никуда было нельзя выходить в принципе, других вариантов и не было. Как-то так. Спасибо, что рассказала. Еще спрашивают, как быстро ты стала темледом. Сколько пришло времени до того, как ты стала темледом? Я нашла первую работу. Через шесть месяцев после того, как я нашла работу, у меня появился первый подопечный. Через год после того, как я нашла первую работу, у меня уже было четверо подопечных. Но я могу сказать, что я работала по 12 часов в день, и у меня были экстра сложные задачи, которые надо выполнить. И не у кого спросить, хочешь, не хочешь, вот ты должен получить результат. И я благодаря очень тяжелым задачам и, возможно, где-то характеру своему и перфекционизму быстро достигла такого результата. Класс. Это звучит круто. В целом, мне кажется, темледом войти, стать... Не обязательно должно пройти для этого много времени. Главное, чтобы человек был готов брать на себя ответственность. Тогда ответственных людей довольно быстро делают темледами. Таких всегда не хватает. Спасибо, Алина, что рассказала. Юль, что добавишь? Какие сложности были у тебя во время обучения? Я, наверное, расскажу немножечко про... Я тут краем глаза поглядываю комменты. И я расскажу тот опыт, который у меня кардинально отличается. Потому что, когда я училась, я работала фуллтайм на руководящей должности и на достаточно, скажем так, работе, которая периодически требовала от меня бросить всё и брать лопату и разгребать какое-то очередное непонятное нечто. Вот. Поэтому у меня как раз-таки был другой немножко опыт по учёбе. С чем я соглашусь абсолютно, что учиться сложно. И чем интенсивнее учиться, тем сложнее. То есть действительно, чтобы я к предыдущему выступлению Алины приплюсую просто 100-500 раз, что айтишка — это круто, классно и офигенно. И в целом относительно очень многих сфер это, правда, страна розовых единорогов, коней и радуги. Вопрос только в одном — чтобы в эту страну попасть, идёшь через пот, кровь и слёзы. И это буквально так. У меня учёба была действительно очень тяжёлой. Я не училась по 7 часов в день. Я выработала определённый флоу так, чтобы раз в две недели у меня было два выходных дня. Я один будний день в неделю я не занималась. Я оставила для себя хобби, которое полностью меня переключало для того, чтобы просто мозг отдыхал. Это вообще, я считаю, прям, наверное, один из лучших советов, которые я могу дать для людям, кто собирается. Если вы собираетесь потратить ближайший год на учёбу, во-первых, нужно понимать, что это будет не год. То есть год — это только курс. И реально для того, чтобы освоиться, для того, чтобы наработать какой-то опыт и стать разработчиком, нужно больше, чем просто курс. А во-вторых, это то, что просто действительно нужно иметь какую-то отдушину, какое-то дело, на которое вы будете переключаться, иначе просто не вы улетите в IT, а ваша кукуха улетит в дороге и далее. В общем, я занималась в среднем, наверное, часа три после работы, и это было адово. И особенно алгоритмическая секция на бакэнде — это, типа, ты делаешь, у тебя ничего не получается, ты рыдаешь, идёшь делать какие-то домашние дела, рыдаешь ещё раз, выбора у тебя нет, это всегда работает. То есть когда ты принял решение, что у тебя нет обратного пути, на самом деле у тебя какие-то скрытые запасы энергии поднимаются, и ты нормально всё равно пробиваешься, как в той пристыке про то, что если не можешь идти, ползёшь или лежишь, или хоть что-то делаешь, но в этом направлении. Вот. Поэтому главная проблема — это сложно, это правда сложно. Типа, это здесь не зря, действительно, ты можешь оказаться в ситуации, когда не тебя работодатель выбирает, а ты выбираешь работодателя, но это не даётся просто так. Это сложный процесс, который, типа, сложный путь, который вполне реально пройти, причём с разным бэкграундом и с разным, там, тем же подходом к учёбе. У меня, например, более интенсивный, ну, следующий интенсивный этап учёбы пошёл, когда я закончила первый курс, получила уже первую работу как разработчик с очень небольшой зарплатой, но уже как программист. И в этот момент я взяла второй курс, в этот момент я продолжила читать книжки, обучаться и так далее. Это нормально, поэтому на самом деле я думаю, что есть очень разные варианты, как пройти этот путь, и в целом, в зависимости от того, какие у тебя условия, в зависимости от того, какие у тебя обязанности, какая у тебя работа, какой у тебя быт, есть у тебя дети или нет, есть у тебя семья или нет, ты можешь выбрать разные, и разные интенсивности, в принципе, разные способы прохождения этого классного этапа. И это всё равно, это будет круто, это реально классно. Просто сложно. Сложно или классно? Сложно, просто сложно. Классно, просто сложно. Всё так, всё так. Спрашивают, вот, например, нужна ли математика? Что делать с тем, у кого гуманитарный бэкграунд? Ой, можно я отвечу? Это мой любимый вопрос. Это мой любимый вопрос, потому что я не верю в гуманитариев. Короче, я считаю, что это довольно жестокая позиция, но я считаю, что, короче, как я сама помните, да, я бывший юрист, и вообще в целом за время учёбы, особенно за время прохождения алгоритмической секции, я сказала, зачем я сюда полезла, я же гуманитарий, ну, раз десять точно, только вслух. Сколько раз я это подумала, я даже не буду называть. Но на самом деле вопрос не в складе ума и не в математике. Вопрос в том, как много попыток ты предпримешь только по-настоящему, по-честному. Не вот это вот, я попробовала, у меня не получилось, ой, всё. А вот эти вот кровавые попытки, когда ты сначала боишься вообще, там, не знаю, шевельнуть хоть одну строчку кода, хоть один символ, а потом такой, да, к чёрту, сносишь всё и начинаешь заново. Вот сколько ты таких попыток предпримешь, это прямо пропорционально, насколько велики твои шансы достичь результата. Поэтому дело не про математику. Математика наверняка где-нибудь потом выстрелит дальше. Но в целом программирование во многом это ремесло. И на самом деле для того, что, типа, тебе не обязательно считать деревья и писать за две минуты какой-нибудь там алгоритм поиска. Ты можешь достичь очень классного уровня и во всём, и в работе, и быть востребованным там и в зарплате, не доходя до тех моментов, где тебе реально понадобится прям сложная математика. Согласна. Да, конечно, потом она может выстрелить, но вначале у всех есть шанс освоить. Но, как Юля правильно сказала, просто не будет. Освоить новую профессию это просто много времени, и в любом долгом пути ты в середине начинаешь переживать, что вообще происходит. Спасибо, Юль. У нас вопрос такой вот. А в 50 или 60 берут на работу? Наталья, мне кажется, вы тут нам должны помочь. С этим легко. В принципе, у меня вопросов никаких не было, потому что после первого собеседования я первую работу свою нашла, и мне прислали оффер через час. А как вы попали на первой собеседовании? Простите, что я перебила. Просто по объявлению, скажем так. Легко и просто. То есть из предложенных вариантов я согласилась на это собеседование, и в принципе через час мне прислали оффер. На тот момент особо по окончанию курсов не было таких представлений, что вот надо подождать, зарплату побольше. В принципе, соглашались, наверное, все лишь бы куда взяли, называется. Потому что без опыта, джуном, это себе было тяжело. И в принципе, как бы, после первой работы я там уже активно, как бы, начала больше изучать всего. И вторую работу, когда я решила ее сама сменить, потому что захотелось зарплату побольше, захотелось должность повыше, и не захотелось, как бы, быть уже... больше аудсорт, я бы захотелось иметь в свою компанию, в свои проекты. В принципе, тоже, наверное, три-четыре собеседования и пришел тоже через час оффер. Класс. Ну, это очень здорово, так быстро найти работу. Расскажите, какие сложности были во время обучения? Сложности? Да. Всем сложно. Я думаю, что все рыдали, все плакали, потому что это вообще неизученный, скажем так, такой феномен. Ну, в принципе, потом приспособилась, много времени занимала, больше даже не сами курсы, как дополнительную информацию получения. То есть я опиралась на курс, как на инструкцию к действию, как заголовки. То есть я старалась как бы больше изучать, больше найти какие-то тоже в интернете, материалы, углубиться в конкретную тему. И поэтому каждый спринт, который шел там 2-3 недели, у меня уходило дня 3-4, я сдавала зачет. И оставшееся время я смотрела тоже список тем на следующий спринт и начинала их просто потихонечку изучать. Когда он открывался, я уже как бы была более-менее подготовлена, и мне было уже проще. Как искали дополнительные материалы? В интернете. Среди знакомых тут же как бы образовалась компания, уже помогали друг другу, и на курсах было с этим просто, тоже много активностей всяких. Поэтому мир и IT, как они говорят, все равно он узок, и все друг друга знают, и уже как бы даже в разных компаниях все очень часто сталкиваются. Поэтому и с работой потом уже проще, как бы уже друзья появляются, и уже в свою компанию кто-то зовет, и уже рекомендации дает. Ну да, да. Самое сложное, конечно, в начале проучиться и выйти на первую работу. Ну, то есть я считаю, что как бы работа, то есть наша как бы вся в IT, это не то, что ты закончил курс и сидишь. Нет, ты все время учишься. То есть если ты все время не будешь учиться, то есть, конечно, ты вылечишь из специальности, потому что у меня потом были куча еще других курсов, и роботализация тестирования, и автоматизация тестирования. То есть и после этого только я могу сказать еще до сих пор, я понимаю, что мне еще надо что-то учить, потому что тоже главное знание, главное учеба, главное твои мозги, и так это вас требован в любом возрасте, и неважно, женщина это мужчина, и сколько тебе лет. Точно, точно, согласна. Сейчас есть такая концепция, которую много упоминают на образовательных конференциях, называется lifelong learning, что означает, что всю жизнь тебе теперь придется учиться, дорогая или дорогая, потому что раньше может быть... А если это про это? Потому что тут все время надо учиться. Да и в принципе мир сейчас очень быстро меняется. Раньше можно было, наверное, найти работу на всю жизнь, а теперь с этим гораздо сложнее, потому что никогда не знаешь, что нас ждет. Спасибо, Наталья. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу, вы, в общем-то, не уходите, про приятные моменты. Мы поняли, что очень сложно учиться, тяжело, оно того стоит в итоге, но все-таки процесс тяжелый. Что вообще в этом тяжелом процессе было приятного? Было ли хоть что-нибудь приятное? Наталья, расскажите вы первое. Ну, много... На курсах было много интересных моментов, очень много интересных людей, много контактов, много общения, какие-то конкурсы, которые... Один конкурс я выиграла вообще, даже не помню как. Просто предложили написать, как вы тоже попали в IT или что-то такое, подобный материал какой-то был. И через какое-то время мне просто с группой ребят говорит, ты в курсе, что ты заняла первое место? Я говорю, нет. Я про него сдала, забыла, и все, как бы то, что учеба поглотила. Как бы... В этом было приятности, наверное. Здорово, да. До сих пор общаемся, сколько лет уже прошло времени. Да, мне вообще всегда очень приятно слышать, когда студенты, выпускники говорят, что много общаются. Это очень важно. Вот был вопрос в чате тоже, как... берут ли на работу людей после курсов, а не после вузов. Да. И да, берут. Я думаю, что тоже. Конечно, берут. Во-первых, берут. Тут хочется, да, очень прокомментировать, что в IT вообще, в программировании ценность сейчас высшего образования не так высока. В смысле, что это необязательно. Не то, чтобы это там как-то плохо, конечно, круто, когда оно есть, но это совершенно необязательно, потому что просто университеты не производят столько программистов, сколько нужно индустрии, и, конечно, берут из курсов, могут захотеть какого-то еще опыта для этого. Как в чате упоминали, в практику, например, есть мастерская, где можно взять какой-нибудь проектик и показать опыт. Но в целом, что университет, что курсы могут неплохо подготовить. Часто говорят, правда, что в университетах самое важное это не только программа, но и нетворкинг, так называемый. То, что ты знакомишься с людьми. Приятно знать, что и в онлайне это получается. Вот я к чему жду. Это круто. Алин, добавишь что-нибудь про приятные моменты? Какие у тебя были приятные моменты? Ну, приятные моменты – это моя группа, в которой я тоже до сих пор общаюсь. У нас, например, девочка одна на Кипр уехала жить, вообще переехала. У нас сразу образовалась группа, но там было человек пять. И мы друг друга поддерживали, друг другу что-то объясняли, друг другу помогали, скидывали какие-то дополнительные материалы, делились трудностями, поддерживали друг друга. Это очень классно. Там сразу достаточно, несмотря на то, что у нас было сто человек в потоке, не в потоке, а в нашей группе, сразу как-то образовались самые активные. С ними мы участвовали в дополнительных всяких активностях. Например, на Хакатоны мы с ними вместе ходили, вместе делали проекты для НКО или РКО? НКО. НКО, да. Некоммерческих организаций. Да, некоммерческих организаций. И после, соответственно, там часть ребят пошла, например, на дополнительные курсы практикума, кто-то дополнительные курсы от других фирм тоже делились впечатлениями, советовали друг друга. Это очень круто. Приятные моменты. Ну, наверное, мне очень понравилось участвовать в проектах для НКО, потому что нам давали дополнительные инструменты. Нам прям читали лекцию, мы, например, писали на Вью, и у нас прям был цикл лекций о том, как делать проекты на Вью. Щедро делились материалами. Это очень здорово. Плюс, опять же, когда я проходила бесплатную часть практикуме, там всё легко и просто. Ты там делаешь один плюс один равно два. Ты такой вводишь два, тебе пишут с салютом, ты прав. Ты победил. Потом ты приходишь на курс уже на платную часть, а там информации гораздо больше, она гораздо труднее. И в целом это отличная база для того, чтобы дальше развиваться, вот в моём случае. Немножко неожиданно было, с одной стороны, потому что в бесплатной части всё было легко и просто. с другой стороны, меня это очень порадовало, потому что, например, муж мой, он пошёл на другие курсы, и они были ужасными по сравнению с практикой. Прямо, ну, вообще там информации никакой не давали. Ему всё приходилось самостоятельно изучать. Здесь такой проблемы нет, хотя и приходится, конечно, сверху что-то гуглить. Без этого никак. Да, да, тут мы, команды курсов, вечно пытаются найти этот тонкий баланс между тем, чтобы дать достаточно информации, но не дать слишком много, чтобы люди всё-таки учились искать, потому что на работе всё равно придётся искать. Но, да, всё тут супериндивидуально. Юль, а у тебя что было приятным? На самом деле, да, я тут тоже поддержу. У нас офигенное было комьюнити на питаньячих курсах, до сих пор со многими общаемся, поддерживаем связь, очень болеем друг за друга за всякие там карьерные и не только успехи. Вот, наверное, моё самое приятное ощущение, оно уже связано не с учёбой, оно уже связано с работой, потому что я работаю, в общем, в трудовой книжке я инженер уже чуть больше года, но на самом деле, почему я говорила вначале о том, что недостаточно просто пройти курс, то есть, когда проходишь курс, ты ещё только становишься такой личиночкой разработчика, вот, и первое время, когда я работала, мне всё время казалось, что сейчас настоящие разработчики придут и меня разоблачат, и когда они меня разоблачат, всё, что мне останется сделать, это только пойти обратно в юристы, а мне тогда вообще не хотелось, и почему-то, ну, то есть первое время вот этот, это и синдром самозванца, и вот эта вот первая разница между тем, чтобы, у меня ещё так вышло, что сначала у меня была работа, которая была очень похожа на практику, это как раз-таки про который я говорила, с небольшой зарплатой, там были не очень высокие требования, честно говоря, к коду, а потом я попала в настоящий большой продакшн, и такая, ой, мамочки, что же делать-то, и когда всё это закрутилось, мне реально казалось, что вот меня сейчас разоблачат, а потом это прошло, и в какой-то момент я поняла такая, а, я же, короче, всё, я перестала себя идентифицировать как юриста или бывшего юриста, я начала себя идентифицировать как разработчика, и это классно, то есть ты понимаешь, типа, а, ну всё, я пришёл, освоился, и, извините, но уже никуда не пойду. Класс. Я, кстати, вспомнила, хочу добавить про приятные моменты во время обучения, я потом пошла старшей студенткой в один из потоков, и старший студент это человек, который помогает студентам, даёт подсказки, направляет, поддерживает, объясняет что-то непонятное, то есть, ну, коучит условно, да, вот в сфере программирования. Я прям тащилась от этого, мне очень нравилось. Я сама через это прошла, и когда я стала старшей студенткой и видела, что ребята, женщины, мужчины через это проходят, и ты видишь, как они страдают, и ты можешь давать советы и как-то облегчить их страдания, это очень круто. Это очень заряжает. С ребятами, кстати, которые были у меня в потоке, тоже до сих пор периодически общаемся. Часть из них тоже стала классными разработчиками. Вот это тоже мне очень понравилось. приятный момент. Можно и, ну опять же, тут же были какие-то эгоистичные соображения через призму того, что я им объясняла какие-то сложные вопросы, я и сама лучше разбиралась в них, потому что, чтобы объяснить другому, ты должен сначала вспомнить, что там было, понять это хорошо и объяснить. И за счет этого я тоже сама лучше понимала эти вопросы какие-то. Точно, точно. Есть даже вот этот анекдот такой. Десять раз объяснил, на десятый сам понял. И мне кажется, это работает в целом. Так, ну, так, там в чатике пытаются создать чат для девушек в IT. Очень похвальная инициатива. Давайте, девчат. можем потом отправить в письме после вебинара всем, чтобы смогли присоединиться. Так, но вопросов я пока особо больше не вижу. Если есть, повторите, пожалуйста, их. А так, давайте перейдем к самому-то животрепещущему. Что ж, мы же девушки, кто нас там ждет в IT вообще? Были хоть какие-то с этим сложности? И вопросик из чата, как воспринимают, как относятся коллеги-мужчины к вам, женщинам, программистам, тестировщицам? Что скажете? Алин, давай я тебя сейчас вижу. Хорошо. У меня не возникало вообще никаких проблем с тем, что я девушка. Когда я прихожу на собеседование, я в первую очередь специалист. И передо мной сидят специалисты-коллеги. Ну, то есть, по факту, я на работе, что сама бесполая, условно, что вокруг меня бесполые люди. Мы все просто равные. И я уважительно отношусь уважительно и с любовью отношусь к людям. Вот. И ко мне было такое же отношение. Я ну, прям вообще не было никаких проблем с этим. Вот. Мне кажется, что это если человек так настроен, то, в принципе, проблем у него быть не должно. То есть, если человек боится, что его постоянно где-то как-то обидят, где-то принизят, где-то что-то с ним сделают, то, возможно, такое и будет происходить. Но если ты уверен в себе, ты уверен в своих силах, да, ты пришел сюда как специалист, даже если ты начинающий специалист, то ты встретишь только взаимное уважение. Как-то так. Да, то есть, надо как-то быть уверенной, что ты на своем месте и не давать никому себя в этом пошли. Юля, Наталья, что скажете про этот вопрос? Я бы сказала, что на самом деле IT гораздо более дружелюбная сфера к женщинам, чем очень многие другие сферы. Я сейчас приведу немножечко совсем примеров, почему я так считаю, почему мне кажется, что мифы, тем более у меня еще этот двойной же миф, потому что я же не просто разработчик, я же бэкэнд. Бэкэнд это же для вот этих вот как их программистов, которые в свитерах старых ходят. Вот. В общем, мне кажется, что это вообще кто-то зарождает эти мифы, какие-то эти гейткиперы, которые просто какие-то слухи порождают. В общем, почему мне кажется, что реально эта сфера гораздо дружелюбнее. Я была на трех себе. Вот сейчас девчонки меня по-любому поймут, потому что я была на... Я не очень много ходила по собесам ни в айтишке, ни как юрист. Но на каждом собеседовании на юриста мне задавали вопрос именно в этой формулировке, например, когда я собираюсь рожать. Именно не собираюсь ли, хотя это тоже неуместно, а именно в этой формулировке. Есть ли у меня дети, есть ли у меня муж, те мои подружки с курса, у которых были дети, они, естественно, сразу не котируются, потому что дети же болеют, и не, не, не обратно удобно. Мы вам только большое одолжение сделаем, если мы вас возьмем. Вот. Когда я была на трех собесах как программист, мне ни разу не... Вопрос о том, замужем ли я, мне задали уже в отделе кадров, когда заполняли бумажки. Такого вопроса мне не задавал никто. на самом деле я считаю, что здесь гораздо меньше разница в зарплатах у мужчин и женщин. Мой личный опыт на моей предыдущей работе это одна из последних капелек, которая взорвала, ну, допустим, мою голову. Это то, что когда я приходила просить повышение зарплаты, мне поговорили, моя начальница говорила, типа, что тебе это повышение? Ты же замужем, тебя же, наверное, содержат, тебе как бы, ну, тебе не принципиально вот эта вот твоя прибавка в зарплате, она ничего не решит. Когда мой коллега, который пинал болт просто весь последний год женился, ему дали прибавку 20 процентов сразу же. Я задала прямой вопрос, так как у меня как бы, ну, это была открытая достаточно информация, я задала прямой вопрос, почему так мне сказали, так у него теперь семья. Ага. Вот. И вот здесь этого нет. Здесь ты типа, никто не будет, то есть ты типа, ты либо хреново работаешь, либо хорошо, либо твой кот работает, либо нет. Всем вообще пофигу, как ты при этом выглядишь, сколько у тебя детей, есть ли они, какого ты пола, возраста, не знаю, что ты носишь, кушаешь, и каких-то убеждений. Поэтому на самом деле я правда считаю, что это гораздо более дружелюбная сфера, чем очень многие другие. Ну, я молчу про то, что в принципе все-таки хорошие, ну, хорошие специалисты действительно высоко котируются, соответственно, у тебя тут еще и, когда ты достиг определенного уровня, у тебя еще и банальная возможность выбирать набор плюшек, которые в том числе распространяются на твою семью, там, какие-то компенсации от ДМС и там садика, если у тебя дети. То есть это тоже на самом деле все, конечно, очень сильно влияет. Поэтому тут скорее я могу назвать миллиард сложностей, которые у меня были, как у девушки-юриста, например, как в суде мне судья такой мужчина возраста, мы же под запись не буду называть то, как я думаю. Например, мне на абсолютно нормальные, валидные комментарии по делу, которое мы разбирали, под протоколы, под запись сказал мне, девочка, ты вообще тут что-то знаешь, ты иди книжки читай. Хотя я ссылалась абсолютно на законы. Кот не скажет тебе, девочка, иди книжки читай. Ну, хотя нет, кстати, кот тебе скажет, но при этом он тебя не унизит этим. Это действительно иногда надо идти и читать. Поэтому тут скорее наоборот. Это правда. Вспомнила байку тут из своей жизни. У меня есть родственница. Она жила какое-то время в Хабаровске и работала там в банке джавер-разработчиком. И у нее там были коллеги-мужчины, один из которых однажды сказал, что женщина не может преуспеть в программировании, потому что у нее мозгов на это не хватит. А что она уволилась и через неделю устроилась на большую зарплату в московскую фирму, и все было хорошо. Поэтому, девчат, если кто-то к вам так относится, в IT всегда есть выбор. Посылайте сразу. Так, Наталья, что вы нам расскажете про отношения мужчин? Ну, мне кажется, что так как у меня сфера в тестировании, и у меня всегда большие команды, и общение и с аналитиками, и с бэкэнтом, и с фронтэнтом, то есть и с менеджментом, то есть, ну, все, в принципе, я касаюсь. Поэтому мне иногда даже помогает, что я женщина, потому что я лучше могу подъехать, поговорить, договориться где-то. Где-то, наоборот, ребята-программисты идут на уступки, что-то быстрее делают, чем, возможно, там, другим как подход найдешь. Но, в принципе, как бы вопросов нету, и мне это только помогает, наверное. Спасибо. А я абсолютно не мешаю. Да, спасибо большое за ответы. Надеюсь, вы, наши дорогие слушательницы и слушатели, как-то немножко преисполнились оптимизмом в этом плане. Действительно, в IT очень-очень неплохо в этом плане. Конечно, наверняка случаются какие-то выбросы, но тут всегда есть выбор. Так, сейчас была пара интересных вопросов. Например, возвращаясь к тому, что сложно учиться, как вы себя мотивировали, когда было сложно, когда вот хотелось бросить или там плакать, ничего не получалось. Как вы себя мотивировали идти дальше? Наталья, что скажете? У меня мотиватор сын, который отличительной зарплатой от медика. И я понимала, что если или я сделаю это, или я буду сидеть на своей прежней зарплате. Поэтому это очень хорошо мотивирует, когда... И, во-первых, говорю, я живу в том городе, в котором я хочу, я живу в Сочи, то есть я не связана, работаю в московской фирме, и зарплата у меня, соответственно, тоже московская. Я могу с ноутбуком выйти на море. Поэтому тут мотивация была, сидя в том месте, где мне надо, не ограничивая себя в свободе, как бы передвижении и так далее, заниматься интересным делом, которое мне интересно. Там всё нормально. Это класс. Так, Алина, Юля, что скажете про... Как вы себя мотивировали, когда было тяжело? Ну, я могу сказать, что у меня просто характер... Меня, короче, заводит конкуренция, да? Если я вижу, когда у кого-то что-то получается, а у меня нет, я не сдаюсь, а меня, наоборот, это очень заводит, и я на какой-то природной агрессии, злости могу такие раскопать информацию, могу достичь чего-то. Вот я вот эти вот все эмоции в нужное русло направляю. Мне это помогает. Также Юля уже говорила, что очень важно менять... Ну, отвлекаться от учёбы или работы, да? Я занималась спортом от трёх до пяти раз в неделю. Меня это очень сильно переключало. Плюс я дополнительно брала альтернативные курсы. Там, например, у меня были во время учёбы... А не, во время работы... Во время первой работы, где я там умирала по 12 часов, у меня были дополнительные курсы, связанные со спортом, нутрициологией, вот в ту степь, короче, фитнесом, бодибилдинг и так далее. То есть я переключалась. У меня было время, в которое я работаю, у меня было время, в которое я отдыхаю, было время, в которое я с семьёй, было время, в которое я посвящаю себе, своему развитию, не IT. Могу сказать, что, наверное, это не совсем здорово, потому что по-хорошему не надо 12 часов в день работать. И то, что я отвлекалась, это просто как-то отсрочивало моё неизбежное выгорание. Вот. По-хорошему надо сделать всё это более гармонично. Но это очень сильно помогает, если ты понимаешь, что вот, условно, у тебя есть год на обучение, ты там должен за это время стать хорошим специалистом, и ты понимаешь цель, ты понимаешь, как изменится твоя жизнь, и тогда такие инструменты идут в помощь. Вот. Но не надо быть такими перфекционистами, как я, лучше это делать более гармонично. Тем не менее. У меня был такой опыт. Да, спорт и переключение и отдых. Действительно, многие рекомендуют. И во время работы тоже очень привычная, полезная привычка уметь отдыхать. Юль, что скажешь про мотивацию? Также вот появился вопрос, было ли выгорание на учёбу. Ты вот дольше всех училась, кажется. Что скажешь? Блин, я, короче, касательно мотивации, я постараюсь коротко, потому что я там тоже углядела пару вопросов, в том числе адресованные лично мне, я быстро на них заодно отвечу. Давай. Вот. Касательно, во-первых, касательно мотивации, короче, до меня дошла такая прикольная штука, что я раньше жила с такой мыслью, типа, ну, я же работаю, это ещё когда я работала в предыдущей работе, я работаю, я молодец, я хожу на работу каждый день, я делаю её хорошо, и значит, наверное, я должна прийти в ту точку, в которой я ожидаю оказаться. Потом я поняла, а потом я поняла, что это за точка, то есть, типа, мы иногда куда-то идём и сами не знаем куда. А я поняла, что, например, я хочу работать удалённо, для меня это очень важно. Например, я работала в больнице, и нас не отпустили на удалёнку даже в разгар ковида, при том, что, напоминаю, я была юристом. И, да, как бы там было очень много бумажной работы, очень много, как бы, и в самое начало пандемии это вообще было очень тревожно, неприятно, и всё такое. Вот. И я поняла, что я хочу удалённую работу. Для меня очень важно путешествовать, я всегда хотела иметь возможность уезжать на зимовку. Вот прошедшей зимой как раз попробовали и уехали потусить в Тае, пожить, поработать там, на так называемый варкейшн. Там в том числе какие-то у меня были требования мои личные к тому, как у меня должен складываться мой рабочий день, мой рабочий график в целом, вот, типа, какое-то жизненное флоу. И когда я поняла, что то, где я работаю, меня никогда туда не приведёт, я поняла, что, значит, надо бежать, и тут, как в Алисе, чтобы оставаться на месте, надо бежать, чтобы куда-то попасть, нужно бежать ещё сильнее, ещё быстрее. Поэтому мотивировалась так, то есть, как бы, я просто понимала, что либо будет вот так, как есть, либо будет по-другому, но для этого придётся сделать очень много. И это действительно, как бы, меня бодрило, помогало. Вот, кстати, на выгорание, я, да, я прям однозначно, у меня это был испанский и есть до сих пор, на самом деле, это иностранный язык, который полностью, во-первых, мне очень нравится, во-вторых, он полностью занимает мой мозг, на вот эти полтора часа, что я занимаюсь, я не могу думать ни о чём другом, и это реально очень круто, и помогает тоже в борьбе там с выгоранием, со всем прочим, поэтому нет, у меня в целом в этом плане было ок, хотя, когда училась, конечно, были моменты, просто потом в какой-то момент ты такой понимаешь, что ты дошёл до критичной точки, откуда ты уже не готов разворачиваться, откуда ты уже понимаешь, ну ок, не добегу, так доползу, вот, и я сейчас прямо автопом увидела пару вопросов, если можно сейчас ответить, или потом... Давай, да, там был про языки, например, вопрос. Да, про языки, и про с чего начинать, и на чём пишу. Да, да, давай. Я быстренько. Короче, я пишу на ГО, у нас в команде есть такая шутка, что типа я начала писать, выучила ГО за один день, на самом деле, это, конечно, неправда, просто я начала на нём писать за один день, вот, потому что я попала на стажировку, в ней всё было супер, короче, меня взяли в компанию мечты, всё классно, но язык, который я не знаю, и я очень боялась первое время, я думала, вдруг меня не услышали на собесе, что я не знаю ГО. Вот, но на самом деле у БЭКа есть такая история, и мне повезло, ребята с моей командой, они придерживались, и, пожалуй, придерживаются этой позиции, что БЭК — это не про синтаксис конкретного языка, это про понимание устройства БЭКа. Вот, и поэтому здесь история была про то, что, да, это было сложно, он гораздо сложнее синтаксический, плюс проект гораздо больше, чем то, с чем я когда-либо имела дело. Вот, но на самом деле, типа, учить соседние языки — это уже не идти с нуля. Даже курс по ВЭБу, когда я проходила, это тоже уже было не с нуля. То есть, типа, когда у вас уже есть какой-то бэкграунд, который вы получили, всё, что вы дальше изучаете сверху, оно всё равно ложится на бэкграунд. Вы очень многие вещи уже знаете, как устроено. Ну, типа, никто не придумал ничего, типа, другого для циклов. Это всё равно все те же самые циклы. Вот, я там увидела вопрос, типа, с чего начинать, с фронтали, с бэка. Если вы не рвёте фустак, то вам надо не начинать с того, чем вы в итоге хотите заниматься. Потому что, да, типа, для того, чтобы хорошо работать, тебе всё равно нужно понимать весь цикл разработки. Но не в деталях, просто как он устроен. И мне, например, очень это помогло. Плюс у меня нет технического бэкграунда, это ещё дополнительные какие-то детальки в пазл общей компьютерной грамотности. Это очень сильно мне накинуло сверху. Никому не советую делать так, как сделала я, когда ты из одного курса шагаешь сразу в другой. Вот это вот. Третьим этапом ты должен шагнуть в выгорание. и умереть прямо там в лужи своих слёз. Вот. На самом деле, лучше сделать перерыв или хотя бы не брать два подряд здоровых таких длинных курса. Может быть, там брать что-то покороче, потому что реально это было достаточно сложно. Но при этом, учитывая, что ты уже работаешь по специальности, у тебя уже есть бэкграунд, курсы всё равно следующий ложится легче. Вот. Поэтому нет такого, с чего начинать с фронталь и с бэка. Ты просто изначально приходишь к чему-то, чем ты хочешь заниматься. Но при этом, да, я в IT вижу кучу примеров. У меня очень яркий пример. Это моя подруга. Она сейчас разработчик в Яндексе. И она тот самый человек, которым я стану, когда вырасту. То есть она начинала с тестировки. Потом ушла писать на Java. Блин, надеюсь, аж не совру. И всё правильно её слушала. Потом начала писать на Python. Потом сделала финт в сторону машин-лёнинга. А сейчас вернулась в разработку. То есть ты такое уже потом танцуешь немножечко между сфер, если тебе там хочется чего-то нового или там ты видишь для себя эти перспективы. Но в целом ты типа изначально выбираешь то, чем ты собираешься заниматься. Вот. А с языками, ну тут тоже питон. Я изначально училась на питоне. На голенге я училась сама типа уже в работе. при этом ещё я работаю там с Legacy на Ruby и Лексире. Их я тихо ненавижу, но типа а что делать? У тебя всегда будет Legacy, которая типа на языке, который ты не знаешь. Особенно если ты бэкэндер. Это вообще неизбежно. Поэтому типа ты потом разбираешься уже немножко с большей скоростью и с меньшим количеством времени. Говорят, потом ты осваиваешь псевдокод, и независимо от того, какой язык, ты такой сразу вижу, что тут написано. Я жду, когда мне придёт этот дзен, пока не пришёл. Но я стремлюсь. Но как-то вот по моим наблюдениям, чем опытнее программист, тем менее ему важно, что за язык там вообще существует. Потому что они все, ну, если не суперпохожи, то как минимум есть очень похожие части. Так, давайте вот расскажем теперь нашим слушательницам и слушателям, что вы, собственно, делаете на своей прекрасной, замечательной работе, которая вам так нравится. Что конкретно, какие задачи вы решаете. Алин, расскажешь ты сначала? Ой, так, ну, я сейчас с нуля создаю админку. это короче, тяжело. Ну, большую часть дня у меня сейчас занимает не написание кода, а обсуждение, что, куда будет работать, переговоры, понимание, какие вопросы будут решаться первыми, что делать дальше. То есть это какая-то архитектура, это какое-то обсуждение с командой, это дизайн интерфейса, тоже моя степь, это какие-то девопсы, ну, вопросы по девопсу, но, то есть получается примерно 60% дня я пишу код, 40% я веду переговоры. Потому что ты тимлид? Почему так много переговоров? Потому что я в команде на тимлид, я могу собрать, по-моему, у нас сейчас человек 40, я единственный фронтенд-разработчик. Ага, понятно, да, да. Приходится много разговаривать, да, чтобы синхронизироваться с другими частями. Ну да, получается, я обслуживаю весь бэкэнд, ну, та часть, которая приходит на фронт. Соответственно, надо понимать, как процессы будут у нас работать. ну да, понятно. Так, там еще, извините, я прервусь чуть-чуть, в чатике спрашивают, как понять, с чего начать. Хочется тут порекомендовать, у нас есть в практике такой курс профориентационный, где рассказывают подробно про каждую профессию, он бесплатный, можно прощелкать, посмотреть, может что-то понравится. Если кто-нибудь в чатик из Агмина скинет ссылку, будет круто. Так, извини, Алина, я перебила. А когда ты пишешь код, какие ты задачи решаешь? Я делаю все. Для чего ты пишешь код? Я делаю все. Опять же, сейчас проект с нуля, поэтому должна быть архитектура, должны быть настроены все сервисы, должны настроены хоки, хуки. Я сама принимаю решение, какие библиотеки будут, хорошо вписываться под те требования, которые мы, которые нужны для этого проекта. То есть, это и аналитика какая-то, да, там, например, появились какие-то новые стейт-менеджеры. Какое лучше сейчас? От чего следует отказаться? У меня было несколько попыток работы с библиотеками, которые сказали, что это просто нечто потрясающее, великолепное, классное. Я начинаю работать, понимая, что нет, там как бы столько багов, что хочется плакать, хочется взять и переписать ее там где-то частично. Вот. по факту я просто вот сейчас с нуля создаю проект, на котором будет работать потом очень много людей. Это круто. Наталья, расскажите про ваши задачи. Я правильно же помню, что вы уже совсем руководитель такой большой? группа тестирования, группа тестирования, да. Но у меня, что такое RT Labs? Это госслуги. Госслуги это мы. О, ничего себе. Вот это да. Хорошо работают. Спасибо вам. Да, то есть, мы смотря что, у всех бывает, потому что задач очень много, проектов очень много в режиме госслуг. То есть, сначала я была, как помогала на программе, ну, скажем так, в команде по пособиям, потом у нас, сейчас вот подготовка поступления в вузы, вот это образование, это тоже я занималась. Сейчас, вот с 8 числа, уже перехожу со своей группой Fun&D, то есть, это вот тоже паспорт болельщика, электронные билеты. Очень весело. Блин, это очень здорово. Я, на самом деле, каждый раз, когда на госуслугах какую-нибудь бюрократию сделаю, не слезая с дивана, так радуюсь. Так что спасибо вам. Да, то есть, все, чем занимаются госуслуги, это вот занимаемся, как бы мы, и, в принципе, меня бросают, как бы, с моим опытом уже на большие проекты, на трудные, то есть, задач очень много. Конечно, бывают и переработки, бывают и выходные незанятые какие-то, но тоже стараемся, как бы, в те моменты, когда нет релизов, входить вовремя. Да. А когда вы только пришли в профессию, в тестирование, чем вы занимаетесь? Ой, у меня тоже было интересное приложение, это тоже по ФГСО, это тоже связано с чем-то с госуслугами, с МФЦ, что-то вот одно, но у меня сразу было два проекта, начнем с этого, и вторая блокчейн-платформа, это Atomise.ru, это электронная биржа, то есть это Швеция, Америка, Россия, три проекта от Норникеля, то есть это очень крупный, был интересный новый проект, то есть это связи с ЦБ, то есть мы сдавали ЦБ, это свой проект, то есть было очень много интересных вариантов, но мне повезло, на нас работают, и как бы у меня все были интересные проекты, которые в принципе есть что описать, и большой опыт в разных направлениях, и в банковской системе, и вот в госуслугах, и в каких-то госзаказах, то есть... Круто, да, и там вы тестировали, да, эти приложения? Да, да, занимаюсь тестированием полностью, вот сейчас пытаюсь перейти потихонечку в автоматизацию, но меня вот как-то все ведут в управление больше, такое бывает, да, особенно когда человек ответственный, у всех... Да, то есть вот я пытаюсь в одну сторону, уже курсы закончены, и все, а вот опять группа, опять ответственность в этом отношении, то есть четыре человека у меня в управлении, то есть все нормально. Да, здорово. Ну это, да, знакомо, видите, тоже к нашим слушателям, слушательницам, если хочется какое-то руководство, очень реально войти, на это наткнуться. Если вы этого хотите, к вам это придет. Сложнее от этого уйти. Сложнее от этого уйти, действительно. Есть люди, которые вот хотят просто вот сидеть писать, а нет. Нет, все им хотят. Работать спокойно, да. А тебе всеми пихают вот на эти созвоны, вот это все, то есть это все так очень близко и знакомо. 50% времени ты занимаешься созвонами. Все так. Юля, расскажи ты теперь про свои задачи. Во-первых, я забыла уточнить у команды, в каком ключе я могу рассказывать о своих задачах. Поэтому я обрисую немножечко... Может, как-то анонимизированно мы? Нет, я скорее скажу так, что в основном я сначала пишу код, а потом исправляю написанный код после его ревью. И также я сама занимаюсь ревью. Но в целом я бы, наверное, остановилась не столько на тех задачах, которые выполняю лично я, сколько я думаю, что, наверное, если нас слушают ребята, девчата, которые к IT пока не имеют отношения примерно никакого, я попробую чуть проще и быстрее рассказать вообще про то, что делают бэкэндеры, фронтэндеры. Тут меня Алина, если что, поправит. Но я это делаю в очень примитивной форме. То есть в целом есть такая штука, как JSON. Это набор данных в фигурных скобочках. По большому счету это все, что надо понимать. В общем, бэкэндер таскает из базы данных этот JSON до фронтэнда. То есть мы работаем с базой данных, как-то обрабатываем эти все данные и складываем туда, ну, считайте, как на склад или в табличку. Фронтэнши забирают этот JSON и превращают его магически в разную красоту, которую потом можно тыкать на сайтах, приложениях и прочих нужных вещах для всех. Вот. А тестировщики, вот сейчас, кстати, мне Наталья скажет, правая или нет, их-то задача не столько проверить, что все работает правильно, а как раз-таки сломать, чтобы ты потом нашел, где же у тебя работало все это неправильно. По крайней мере, мы тоже пишем на бэкэнде свои тесты, это юнит-тесты, и вот у них как раз-таки логика работы скорее про то, чтобы сломать и сделать так, чтобы если ты поменял что-то, то эти тесты у тебя как раз-таки сломались, и ты не мог пропустить момент, что у тебя что-то пошло не так в написанном тобой. Вот. Это я совсем коротко, подробнее, я думаю, что действительно проще пройти, я просто видела тоже этот вопрос в комментах, подробнее проще, конечно, пройти там профориентационный курс и бесплатные части у тех курсов, которые есть, вот, и там уже разобраться. Правда, Наталья, ломаете приложение? Ну, сначала мы пытаемся сделать так, чтобы оно просто хотя бы работало, хотя бы, чтобы было что там посмотреть, а уже когда релиз сдан, наоборот, вышел продукт, уже можно и поломать. Да. Про тестировщиков мне нравится анекдот, что заходит тестировщик в пар, заказывает один коктейль, заказывает два коктейля, заказывает ноль коктейлей, заказывает минус один коктейль, заказывает сто коктейлей, заказывает ящерицу, чтобы просто проверить, что будет. Фронтендеров еще называют формошлепами. Формошлепами? Да. Я только-только осознала Юлина фронтяши и сижу, радуюсь. А тут еще и форма шлепает. Класс. Так, ну мы, собственно, подошли к нашему последнему официальному вопросу, поэтому, дорогой чат, если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я могла что-то пропустить в середине, поэтому не стесняйтесь. Последний официальный вопрос у нас это что вы посоветуете девушкам, которые задумываются о смене профессии? Алин, что посоветуешь? Я советую не бояться. Тут как бы есть бесплатные курсы практикума, есть куча материалов на эту тему. Надо понимать, что если сидеть на месте и ничего не делать, жизнь никак не поменяется. Чтобы что-то поменялось, надо приложить к этому усилия. И если мы рассматриваем IT, в IT на самом деле есть не только программисты и тестировщики, есть еще дизайнеры, есть менеджеры, есть там, не знаю... Аналитики. Аналитики, да, точно есть. Там на самом деле куча всех. Там даже есть юристы в IT. прости меня. Ну, IT — это просто такая большая сфера, которая имеет некоторый фильтр людей, которые туда заходят из моего опыта. Потому что вот я тоже, кстати, столкнулась с тем, что когда я вышла замуж, мне не дали управленческую должность в одной оконной компании, потому что сказали, ну, ты вышла полгода назад замуж, значит, скоро в декрет. Мы типа просто не возьмем тебя поэтому на работу. Здесь такого вообще нет. Если ты классный человек, у тебя есть знания, навыки, и ты можешь... общаться, доносить мысли и грамотно вообще распределять свое рабочее время, ты можешь делать... У тебя просто безграничные возможности. Я, например, работаю из дома, и мне классно. Я один-два раза в неделю приезжаю в офис только потому, что я люблю людей, и мне нужна социальная какая-то составляющая. Но так я отлично организовываю свое рабочее время дома, делаю очень много задач и очень продуктивно работаю. Есть люди, которые приходят в офис. Им нравится сидеть в офисе, вместе ходить на обед, там, в курилку бегать. Ну, вообще у нас все здоровый образ жизни ведут, так что нет. И IT, оно просто доброжелательно ко всем, кто к нему приходит. Важно только попробовать. Вот надо быть смелыми. Девушки, давайте. Смелее. Смелее, девушки. Спасибо, Алин, за такое напутствие. Так, давайте чуть-чуть напутствие разбавим вопросами, которые появляются. Про английский, например, был вопрос. Нужен ли английский? Что скажете? У кого есть мнение? Ну, нет. Ну, практически нет. Важны базовые какие-то знания. И, в принципе, есть программисты, которые английский не знают вообще. Им хватает базы, которая была в школе. Чтобы читать документацию. Многие используют Яндекс.Переводчик, например. Они не читают вот так. Сейчас это необязательно. Единственное, что какие-то коммиты обычно на английском пишут. Но, опять же, Яндекс.Переводчик, в принципе, в помощь. Багфикс, багфикс, багфикс. Питча. Питча. Вот. Но в целом это необязательно. Желательно, но если не собираешься переезжать, то как бы можно потерпеть и без этого. Все так. На входе даже, наверное, не спросят в русской компании. Но чуть-чуть может понадобиться. Юль, давай на путствие девушкам. Ой, слушайте, я давайте посоветую что-нибудь прикладное. Потому что Алина классно всех зарядила на тему того, что это круто, не страшно и нужно, если тебе этого хочется. Вот. Но я немножко добавлю бытового. Во-первых, нужно понимать, что вы потратите много времени, и это время не возьмется из ниоткуда. То есть нужно сидеть и подумать, от чего ты можешь отказаться. Если, конечно, ты прокрастинируешь пару-тройку часов каждый день, а такое тоже бывает, и это нужно просто проверить, вот, тогда, возможно, у тебя это будет с меньшим ущербом. Если нет, то, скорее всего, придется от чего-то отказаться и заручиться поддержкой, поддержкой семьи, друзей, в общем, любых людей, на которых вы тратите свое время и ресурс, потому что с большой вероятностью они вас будут теперь видеть довольно редко в течение какого-то времени. И это тоже сложно, особенно для тех, для кого весь этот социальный бэкграунд важен. Вот, и поэтому нужно заручиться поддержкой, нужно найти время, не просто, типа, условно найти какое-то время, а реально прикинуть, что мне нужно примерно столько-то часов, минимум столько-то часов там каждый день выработать какое-то расписание, в которое пытаться все это впихнуть. Оно провалится однозначно, все в итоге получится по-другому, но если не подготовиться вот с этого, то, возможно, будет еще сложнее. Подготовиться в том числе финансово, то есть понимать, какую стратегию ты будешь выбирать при поиске работы, как бы их существует две, ты можешь либо выбирать работу, больше готовиться к собеседованиям, дольше, возможно, искать, улучшать свое резюме, как-то улучшать свои позиции на рынке, ты можешь пойти на первую работу, куда тебя берут. Это обе рабочие стратегии, просто они немножко по-разному отражаются в том числе на финансах. И, наверное, последнее, как бы глупо это ни звучало, если вы впишетесь в курсы и вообще весь этот довольно долгий и сложный путь, ну, про хобби я уже говорила, а во-вторых, реально, не бросайте спорт, если вы им занимаетесь, вы офигеете, потом восстанавливайте это все обратно, это была моя ошибка в какой-то момент, когда я нашла уже работу первую разработчиком, мне нужно было дописать диплом, я тогда взяла академ на курсах для того, чтобы сменить работу, и я в какой-то момент забила, и на самом деле оказалось, что 30, не 15, и потом болит спина, и очень сложно восстанавливаться, реально, не бросайте спор, как бы тупо это ни звучало, делайте хотя бы зарядку. Наверное, и все, это вот такие более бытовые. К тому, что сказала Алина, и в том числе про английский, плюсую однозначно, согласна абсолютно. Так, спасибо большое, Юль, мне кажется, очень полезные советы, вообще полностью согласна. Там у нас появился большой такой вопрос, какие курсы проходили в практику уже во время работы для повышения квалификации, при помощи каких курсов качали технический бэкграунд, я так понимаю, в разработке есть два вида обучения, обычное и плюс, но нет же смысла покупать курс заново и проходить все 18 месяцев еще, или можно версии плюс не сначала начинать обучение. Так, ну про просто и плюс я могу попозже ответить, а так проходили ли вы что-нибудь для повышения квалификации, и как качаете технический бэкграунд во время работы уже? кто угодно отвечать, у кого есть ответы. Ну я, в принципе, как бы, наверное, не проходила специально курс, мне просто предложили на Яндекс.Практику протестировать курс автоматизации, тестирования, перед его выходом, так сказать, и вот я занималась как бы этим, и одновременно, в принципе, смотрела этот курс и как-то для себя поняла, надо ли мне автоматизация или нет, потому что практически я весь курс видела во время тестирования. Ага, ну то есть все-таки учились там еще потом, хоть и тестировали. Блин, как классно, тестировщик тестировал на курс. Ну это уже было через год где-то после того, как я выпустилась уже с опытом работы. Так, Алина, Юля, вы как качали технический бэкграунд уже во время работы? Ой. Брали ли курсы какие-то или сами? В практикуме я пошла на девопс, я прошла где-то, тогда еще был бета-тест девопса, я вступила в группу уже, когда все ушли далеко вперед, и из-за этого у меня не получилось пройти его до конца, однако полкурса я прошла и довольна тем, что был у меня такой опыт. Помимо этого, во-первых, в Сбербанке есть очень много бесплатных курсов, которые я постоянно прохожу. Это и касаемо девопса, какие-то курсы а-ля критическое мышление, я даже начинала курс по джаве, по-моему. О, кстати, хотела приплюсовать к Юле, я, несмотря на то, что пишу на джаваскрипте и тайскрипте, когда влезаю в девопс, который написан на джава, груве, баши и так далее, все понятно, все легко и просто, если как бы не копать прям самые дебри. Это касательно того, что если ты знаешь один язык программирования, то прочитать ты сможешь в принципе все, что угодно. По башу, курсы, Дженкинс, Сонар, но это все девопс. У меня я не могу не учиться. Мне надо что-то изучать. Я прям наркоман до этого. Мы таких студентов называем у себя внутригермионами. Те, кто очень любит учиться. Это круто. Извини, я перебила. Ты хотела что-то еще добавить? Да нет, в целом все. Ну, то есть у меня постоянно что-то где-то, какие-то курсы проскакивает. Например, я когда устроилась на свою вторую работу, где я проработала год была тем лидом, я туда пришла на TypeScript и Angular, когда я изучала JavaScript и React. То есть это было для меня условно практически другой язык программирования полностью. И тогда, например, я тут же купил, ну, сказал начальнику, мне нужно вот это, вот это, вот это. Месяц я не буду давать никакого результата, а потом все будет прекрасно. Он такой, окей, я готов ждать месяц. И действительно этот месяц, он меня особо сильно задачей не закидывал. Я какие-то базовые штуки делала, после этого разогналась. И вот у нас перед моим ходом мы как раз довели до MVP проект типа условно банкиру по масштабам. мы его написали за полгода начиная от команды из одного фронта и два бэкэндера дошли до четырех фронтов и четырех бэкэндеров. Прям сложный проект масштабный. Мы справились. Вот. Круто. Обучение это важно. Я тоже хочу добавить, что по поводу если просто брать язык, то даже тестировщик, хотя думают, наверное, что они мало чего знают. И вообще к нам приобретительное немножко есть отношение, что ну как-то что это тестировать. Но в принципе знаний, во-первых, очень много программ. Знания C-Sharp, то есть это и Java. Ну изучала я основную автоматизацию Java, но и знаю и Kotlin. и JavaScript и вот C-Sharp. Потому что иначе ты не прочитаешь, иначе ты не разберешься. Это знания и бэкэнда, и фронтэнда. То есть это ты внедряешься во все как бы стороны и очень много инструментов тоже. Да, конечно, тестировщик, тестировщица надо очень много знать и еще быть очень креативным человеком, чтобы все это проверить. Так, Наталья, вот вы раз начали говорить, давайте тоже на путстве девушкам, которые хотят сменить профессию и женщины. Ну, я считаю, что я, давайте скажу по поводу своего возраста и людей, которые возрастные, потому что очень много сталкивалась на разных кофе-чатах, там еще что-то в Яндекс. Яндекс. Практикума, что люди боятся, то есть заканчивают идти-не идти на курс именно из своего возраста. Когда я называю свой возраст, я говорю, что вот я буквально вот за два года поднялась из джуна в лиды, причем сеньор плюс, и закончила как бы и курсы, и одни, и вторые, и постоянно учусь, и у меня много энергии, и как бы хороший прогресс и по зарплате, и по всему, то есть это вдохновляет. И поэтому я считаю, что люди должны не обращать на свой возраст внимания. Если голова работает, если ты цепкий, так сказать, до знаний, любишь учиться, то в принципе надо идти и учиться. Если не устраивать на своей работе что-то. Все так. Спасибо. Ну, конечно, всякие сложности могут быть. Мы не отвечаем за то, что думают другие люди и почему они решат вдруг тебя не взять. Из-за возраста, из-за пола, из-за, не знаю, выражения лица не понравятся, но главное верьте в себя просто и учить. Нюансов много, почему могут не взять, потому что ты просто вот не по темпераменту, не к их команде, допустим. Да, такое тоже может легко быть. Ты слишком энергичный, а им нужен спокойный, тихий, много неговорящий и наоборот. Так, давайте я чуть-чуть сделаю паузу, расскажу немножко про практикум напоследок, а вы пока подумайте, наши дорогие спикеры, спикерки, спикерки, может быть, вы хотите что-то добавить еще. Так, значит, про практикум. Это вот список курсов, которые у нас есть на всякий случай, конкретно в программировании. Вообще, в практикуме, конечно, гораздо шире линейка курсов. Если вдруг вам интересно не программирование, а что-то другое, смотрите обязательно. Это про то, что большой процент выпускников у нас находит работу. Каждые полгода вышка проводит независимое исследование, и мы всегда пристально следим за этим, чтобы только повышать планочку. Есть бесплатные курсы, один из которых я уже упоминала, вот этот, как устроен мир IT и кто в нём работает. Если вам хочется как-то понять, какая профессия вам ближе, очень рекомендую конкретно этот курс пройти. Так, особенности обучения коротко пройдусь, что у нас большой интерактивный учебник, много теорий, которые пишут программисты, а после этого вычитывают редакторы и переводят с программистского на русский, чтобы людям было понятно. Практика в тренажёре, потому что нельзя научиться программировать, не программируя. Чтобы научиться программировать, надо программировать, чтобы научиться чему угодно, надо это просто делать или сложно делать, но главное делать. И учебные проекты это всякие такие большие задачки, которые похожи на или вообще очень похожи на рабочие задачи. В частности, вот НКО к нам могут, например, приходить, просить что-нибудь сделать, и наши студенты для них делают. Это вот я забежала вперёд, рабочие проекты вдобавок к учебным. Приходят к нам разные компании, дают проекты, мы собираем команду из студентов, даём темлида из наставников, и вот ребята уже сделали несколько важных штук. Команду сопровождения у нас входит наставник, куратор, кода-ревьюер и служба поддержки. Наставники, код-ревьюер — это профессионалы в той области, в которой вы учитесь, то есть они отвечают на вопросы по программированию или ревьюят код. Куратор — это организационный человек, который вам помогает, техподдержка просто на связи 24 часа. Про комьюнити девушки сегодня уже несколько раз говорили. Очень советую, если вы учитесь общаться с людьми, это действительно как-то помогает и поддерживает, когда люди поддерживают друг друга чуть проще, чем в одиночку. И в конце итоговый проект и диплом. Так, есть бесплатная вводная часть. Да, вот сюда я хотела дойти, потому что на каком-то прошлом вебинаре мы забыли Юлину канал показать, а у Юлии есть телеграм-канал. Юля, может, ты сама про него расскажешь? Я боюсь ошибиться. Да, тут рассказывать сильно нечего, можно перейти, посмотреть и понять, хочешь ты там остаться или нет. Там можно узнать, что такое рыдальня и где лежат от нее ключи. Посмотреть, как в режиме реального, в общем-то, времени устраивалась я и на стажировку, и на первую работу, и проходила вебовские курсы. Иногда там случаются мемы и котики, чуть реже случается что-то полезное, какие-то ссылки на учебные материалы, на книги, на курсы, на что-то, что я сама прохожу, читаю, или то, что мне советуют. Ну и в целом это такая возможность, наверное, глянуть, как оно там в этом самом нашем IT и посмотреть такую изнанку, наверное, просто житейскую, можно сказать. Вот. Подписывайтесь на канал Юли, если вам сегодня понравилось. Тут у нас есть также QR-кодик, который ведет на курсы направления программирования. У каждого курса практически есть бесплатная часть, в которой можно посмотреть примерно, что происходит. Как уже сегодня девушки сказали, платная часть будет сложнее, но хотя бы примерно понять, чем придется заниматься, вы можете найти ими бесплатной части. Так, ну что, девчат, есть что добавить еще к нашему сегодняшнему разговору? Я увидела, что там спрашивали начальные зарплаты. Могу сказать, что у меня на первой работе на испытательный срок было 60 тысяч, потом 90, сейчас гораздо больше. Ну да, это примерно похоже на начальный уровень зарплат в программировании, и действительно, если вы классно работаете, они очень быстро растут. Так, еще кто-нибудь хочет что-то добавить? Раз, два, три. Ну что ж, тогда заканчиваем. Отправляем вас наслаждаться вашим вечером. Спасибо большое, что присоединились. Юля, Алина, Наталья, огромное спасибо за ответы. Я сама жутко кайфанула от того, что вас слушала. Надеюсь, что все теперь будут, как бы перейдут в мою религию и будут считать, что ничего не может остановить девушек от того, чтобы реализоваться в программировании, да и в любой другой области. Действительно. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok